Чебоксарцам представили архитектурную концепцию набережных. Речь шла не только о московской, но и о тех, что расположены вокруг территории залива. Смотрела и задавала вопросы Ольга Пырочкина. Здорово! Сейчас мы узнаем, как будет выглядеть обновленная территория Чебоксарского залива. С таким настроем наша съемочная группа отправилась на презентацию испанского архитектора Хосеа Сибилия в 2014 году. С тех пор прошло почти пять лет, а облик территории существенно не изменился. Хосе пробыл в столице Чуваши слишком мало времени, чтобы действительно создать проект. Он задал направление, а теперь дорабатывает их уже известная жителям архитектурная лаборатория московской школы «Марш» и «Чуваш-граждан-проект». Ответил на наш вопрос главный архитектор Чебоксар Вениамин Мамуткин. Лаборатория «Марш» осталась верна своему принципу, главное – наполнить территорию смыслом или по архитектурному – функцией. На картинках всегда все красиво и здорово, но всегда очень важно доводить проект до конца, до реализации. И нам интересно не только, как эта территория выглядит на фотографии после того, как она сделана, нам интересно, как эта территория работает, радует ли она людей и работает ли она сценарно так, как мы это задумывали. Территорию вокруг залива ребята разделили на набережные, к примеру, Нижняя, Историческая или Пионерская. На последней планируется создать условия для занятия судомодельным спортом. Секция как раз выше по склону, во дворце детского и юношеского творчества. Из кардинально новых идей – то, как архитекторы планируют подчеркнуть историчность места. С помощью подсветки они хотят показать, что когда-то по дну залива проходили целые улицы. Вот, к примеру, продолжение улицы Нижегородская. Данная концепция окончательная. Увидеть залив примерно таким, как на картинках, горожане смогут к 2019 и 2021 годам. При условии, что проект поддержит Ростуризм и правительство республики. Сказано на официальной странице главы администрации города Алексея Ладокова в социальных сетях.